Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшний наш шебинар посвящен изменению в конфигурации ЗУП, зарплаты управления персоналом, и конкретно изменениям, которые возникли при начислении страховых взносов при превышении предельной базы. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть адрес электронной почты, телефоны, телеграм-контакты и, соответственно, адрес сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Галина Гардышева. Если вам по какой-то причине оказалось, например, неудобно время проведения вебинара, или вы не смогли досмотреть его до конца, можно через некоторое время вернуться на сайт, мы выкладываем записи вебинаров, и вы сможете посмотреть в удобное для вас время, так сказать, на диване в тапочках, и, возможно, еще какие-то материалы покажутся вам интересными. Мы будем очень рады оказаться вам полезными. Будем очень благодарны вам за обратную связь. То есть, если у вас возникнут какие-то вопросы по ходу вебинара, какие-то, может быть, предложения, что вам хотелось бы услышать, направляйте свои пожелания любым удобным для вас способом. Если это будет в рамках вебинара, то я постараюсь ответить. Если уже более развернутые вопросы, которые требуют серьезных пояснений, то мы постараемся ответить как можно быстрее. Тогда нам уже не будет, так сказать, время поджимать, и мы сможем ответить более предметно и касательно именно вашей ситуации. Так, как будет построена наша сегодняшняя встреча. Программа нашего вебинара вот так вот выглядит. То есть, мы поговорим про все изменения, которые произошли в июле. То есть, что у нас происходит на данный момент с тарифами, как рассчитывать тарифы для малого и среднего предпринимательства при превышении предельной величины. Расскажем про ошибку, которая попортила достаточно много крови, скажем так, бухгалтерам. Ну, соответственно, про настройки поговорим, как пониженный тариф активизировать, и про отчеты, которые связаны с начислением зарплаты взносов. Ну, и, в общем-то, все, что около. Я буду теоретические материалы, законодательные, так сказать, материалы показывать на слайдиках. И мы с вами будем переключаться на демо-версию вот таким вот образом. То есть, на зубе, зуб управления персоналом, мы с вами посмотрим на практике то, что будем проговаривать теоретически, так сказать. И посмотрим, в чем разница и в чем подводные камни. Итак, начинаем. Немножко истории и теории. С 2024 года у нас изменилась величина предельной базы для расчетов. Если брать единый тариф, то есть основной тариф, то у нас в этом случае предельная величина базы составляет 2 миллиона 225 тысяч. В прошлом году этот показатель был ниже. И, соответственно, тарифы и порядок уплаты взносов на обязательное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний, то есть те, которые были приняты на 2023 год, у нас применяются и в 2024 году. Но исключения составляют, если у нас есть, например, предприниматели, нотариусы, частные адвокаты, то в этом случае они работают как ИП, и они обязаны платить сами за себя взносы. В этом случае на 2024 год у нас фиксированный взнос составлял 49 тысяч 500 рублей. И вот вы видите дальше, то есть если за год перечислены взносы, если за год ваш доход не превысил 300 тысяч рублей, то взносы мы перечисляем в этом размере. Если доход превысил 300 тысяч рублей, то дополнительно перечисляем взносы в размере 1% от суммы, превышающей 300 тысяч рублей. При этом размер страховых взносов на пенсионное страхование суммы, превышающей 300 тысяч, не может быть более 277,571. Это у нас статья налогового кодекса регулирует, регулирует размеры страховых взносов. Как вы знаете, у нас сейчас действует единый тариф, единый налоговый счет ЕНФ, и, соответственно, мы перечисляем все платежи не позднее 28 числа следующего месяца. Несчастное страхование, так сказать, мы перечисляем не позднее 15 числа на отдельный КБК. Расчет по страховым взносам, то есть отчетности и по страховым взносам, и прочую отчетность, мы представляем до 25 числа. Соответственно, у нас сейчас квартальная отчетность закончилась за 9 месяцев, то есть вот мы сейчас до 25 числа сдавали отчетность, и вот 28 числа был единый срок уплаты. Собственно, вопросов именно по единому тарифу, по основному тарифу обычно у нас не возникает. но вот в этом году возникла такая ситуация, что сроки все остались неизменными, так же как платили, так и платим, но согласно федерального закона 102-ФЗ у нас были снижены ставки для страховых взносов по малым и средним предприятиям МСП. И сниженная ставка для страховых и прочих взносов у нас находится в группе, в справочнике вида страховых взносов, и в этом случае у нас был добавлен новый элемент. Обратите внимание на код тарифа 20-й, то есть вот у меня здесь скрин из самой конфигурации, где показано, как это выглядит, так сказать, на практике. И вот именно с этим пониженным тарифом у нас получилась достаточно своеобразная детективная история. То есть многие предприятия в июле столкнулись с такой проблемой, что плательщики страховых взносов, которые включены в реестр МСП, имеют право применять пониженный тариф. Это как бы во многих документах прописано, и, соответственно, в этом случае необходимо было только проверить, входите ли вы в реестр МСП, значит, если вы относитесь к малым и средним предпринимателям, но не просто относитесь, что вы посчитали, что вы по всем критериям подходите, а именно включены в реестр страховых взносов, то это значит, что вы имеете право применять пониженный тариф, что обозначает, то есть если зарплата, соответственно, в размере МРОД, то она облагается взносами по тарифу 30%, а в пределах на 2024 год 2 млн 225 тыс. и выше, с этих сумм берется пониженный тариф 15,1%, с выше МРОД по тарифу 15%, то есть вот вы видите табличку, которая демонстрирует эти взносы. То есть у нас, например, при расчете заработной платы, что у человека установлен наклад 30 тысяч, мы в размере МРОД, обратите внимание, федерального МРОД 19,242, обкладываем сумму 30%, а разницу между 30 тысячами и 19,242, вот эту разницу мы обкладываем уже по 15%. А почему возникла именно напряженная ситуация с этими взносами? Вот вы видите то, что я только что сказала, то есть расшифровка, каким образом именно рассчитывается, и, соответственно, когда мы сдаем РСВ, у нас отчетность попадает в разные разделы, то есть по первому разделу для выплат в пределах МРОД указывается тариф 0,1 и, соответственно, сумма указывается. А по тарифу 20 указывается уже в другом разделе, и налоговики давали разъяснение по поводу этого порядка, то есть он изначально вызывал возражения. Но в связи с тем, что налоговые органы в июле месяце обновляют реестр МСП, то есть реестр малых и средних предприятий, в этом случае в июне организации обычно проверяют вошли они в этот список или не вошли. Этот реестр формируется автоматически, и вот тут-то для тех, кто применял льготный тариф, была обнаружена ошибка. Соответственно, эта ошибка много крови попортила и бухгалтерам, и аналитикам, но теперь данная ошибка исправлена, и, соответственно, в настоящих действующих релизах уже ее не содержится. И вот мы с вами сейчас посмотрим, что это за ошибка и как эта ошибка выглядела. То есть мы сейчас, вот вы видите, расчет применительно окладов 30 тысяч, то есть вот то, что я сказала, 19,242 облагается по ставке 30%, и разница между 30 и 19,242 облагается по ставке 15%. Ну, то есть вот такой у нас получается расчет и размер страховых взносов. Для того, чтобы проверить, как у нас настроен тариф, мы с вами должны пройти в меню настройка, открыть организацию и проверить учетную политику для организации. То есть когда мы переходим в учетную политику, вот по этой гиперссылке у нас открывается диалоговое окно, где мы смотрим, какой установлен у нас тариф страховых взносов. То есть вот на данном слайдике вы видите окновной тариф, то есть тариф, который имеет код 0,1. Сейчас мы перейдем туда и посмотрим это, так сказать, уже в натуре. Но перед этим еще немножко, так сказать, теоретической части. То есть у нас, как я уже сказала, реестр МСП формируется автоматически по сведениям регистрационным, то есть ЕГРИУ, ЕГРИП и, соответственно, другие органы, которые полномочены регистрировать изменения или включения-исключения из реестра предприятий и индивидуальных предпринимателей. На сайте ФНС публикуются сообщения, что, соответственно, обновлен реестр и в него включено еще вот такое количество субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 262 тысячи больше, чем годом раньше. То есть, естественно, искать в реестре МСП предприятие по наименованию вы не будете, потому что на этом можно состариться на этом процессе. То есть ищут предприятие по ИНН и обязательно проверить, то есть включены вы в реестр или не включены. Ну, здесь нужно напомнить, что в реестр МСП могут быть включены и юридические лица, и эписты, которые определенным условиям соответствуют. То есть для того, чтобы попасть в реестр МСП, необходимо иметь, во-первых, определенную численность работников за предшествующий календарный год. То есть в нашем случае это 23-й год. Определенный объем выручки за предшествующий опять же год и структура складочного либо уставного капитала, если идет речь об организациях. По поводу формирования реестра, я уже говорила, что он вносится автоматически. И для того, чтобы проверить, есть ли мы в реестре или нет, мы заходим на портал налоговой службы, вводим строку поиска, то есть или ИНН вносим, или ОГРН, или ОГРН ИП, то есть, ну, собственно говоря, любые идентификационные коды. Ну, после этого нажимаем волшебную кнопку «Найти». После того, как вы проверили, включено ваше предприятие или нет в этот реестр, предполагаем, что включено, можно смело работать дальше. Сейчас мы посмотрим вот еще один слайдик. То есть, если мы включены в реестр МСП, то мы имеем право применять пониженный тариф. И каждый год, как я уже говорила, в июле эти реестры уточняются. Если вдруг по какой-то причине оказалось, что вы не включены, то есть были включены ранее, ну, вдруг в связи с уточнением реестра вы из него пропали. Значит, в этом случае... Извините, пораскочила. Значит, в этом случае вы должны внести, опять же, в учетную программу изменения. И вот как раз-таки вопрос, как вносить эти изменения, и вызывал у нас затруднения. Сейчас мы с вами видим слайдик, где как раз-таки показано, как переходить в учетную политику. Переходим в нашу демо-базу. И, соответственно, мы здесь смотрим настройки, меню настройки. Так, нашу вот эту... Так, передвинем. То есть меню настройка. В меню настройки мы переходим в сведения об организациях. Я сейчас закрою лишние окошки, чтобы нам не мешались. Так. Настройка, настройка. Так. Вот. Значит, у нас с вами в этом случае при переходе в меню настройка открывается вот такой интерфейс, и мы выбираем сведения про предприятие, меню организации. Ну, я возьму Кронпринц, это моя головная организация, а это, соответственно, дополнительные филиалы. Берем основную организацию, и у нас здесь с вами вот такое меню, то есть сведения про предприятие, регистрационные и так дальше, и закладочка «Учетная политика». При переходе на эту закладочку у нас вот такие три ссылки, то есть, во-первых, «Ответственная лица», во-вторых, «Учетная политика», как таковая, и «Бухучет» и «Выплата зарплаты». Мы с вами выбираем «Учетную политику» и попадаем вот в такой интерфейс. Значит, закладочка «Страховые взносы» нас интересует, и вид тарифа, который установлен. Значит, у нас установлен сейчас основной тариф, и если я хочу посмотреть, что это такое, я могу посмотреть вот таким образом. И, значит, нас интересуют тарифы страховых взносов, то есть история изменения данных тарифов. Вот мы с вами видим все законодательные изменения, которые происходили с этим тарифом, и, соответственно, на данный момент у нас по 30% облагаются начисления, которые до предельной базы, но, как вы видите, начисления сверх предельной базы у нас здесь не перечислены. Значит, если я хочу изменить эти данные, то в этом случае мне нужно внести изменения в тариф, либо выбрать другой тариф, либо внести изменения. Лучше всего вносить изменения через историю изменений вид тарифа. То есть в этом случае я могу проконтролировать, что изменения будут именно с того момента, когда у меня применяется этот тариф. То есть мы заходим вот сюда, по этой ссылочке, и вот я вижу, что у меня тариф действует с января 2010 года. Но я знаю, что я имею право на применение пониженного тарифа. Значит, я могу, во-первых, выбрать его в списке тарифов. То есть в нашем случае это будет тариф организаций, которые имеют право на МСП. Так, ищем. Так, вот я не нашла тарифы. Значит, в этом случае мои действия какие-либо. У меня этот тариф не внесен в список, либо я его просто не нашла. Так, еще раз проверяю. Малого и среднего предпринимательства. Нет, не нашла. Значит, мы тогда сами действуем немножко по-другому и возвращаемся к нашим слайдикам. То есть вот этот слайдик мы с вами посмотрели на практике. И вот этот слайдик, то есть это мы открыли действующий тариф. Вид тарифа я здесь на слайдике показываю. То есть я не переходила на пониженный тариф. Но если я хочу изменить вот именно данный вид тарифа, то я через кнопочку «Добавить» добавляю новый тариф, устанавливаю дату редактирования, с какого я имею право применять этот тариф. Ну, поскольку у нас в июле пересматриваются реестры малых предприятий, то я устанавливаю с июля. И дальше я устанавливаю, как вы видите, здесь красное подчеркивание, то есть я пишу название тарифа и, соответственно, что я применяю данный тариф. Переходим снова в нашу конфигурацию. Так. Значит, мы с вами действовали через изменение тарифов. Я просто покажу, как. То есть изменение тарифов. Я ставлю прохождение, допустим. Нет. Вот так выбираю, что это у нас с июля действует. То есть, например, в июле мы были включены в этот реестр МСПшек. И, соответственно, я выбираю, что с июля я имею право применять вот он, этот тариф, применять тариф для субъектов малого и среднего предпринимательства. Значит, соответственно, я сохраняю эти изменения. И у меня высвечивается, что вот выбранный мной тариф, то есть он будет применяться и с какого периода. Теперь, как выглядит сам тариф, что в него входит? То есть мы смотрим, опять же, тарифы страховых взносов. И вот мы натыкаемся на ту ошибку, про которую я говорила ранее. То есть в этом году у нас тариф страховых взносов действует. Сумма 19242 у нас облагается по ставке 30%. Все, что свыше, у нас облагается по ставке 15%. Но до того момента пока не будет достигнута предельная величина, когда наступает начисление предельной величины, то у нас действует тариф 15% со всей суммы без разбивки. И, значит, вот здесь у нас соответственно должна быть ставка единого тарифа с именно такой градацией. А у нас, как видите, просто ставка единого тарифа. Значит, поскольку такая ошибка была замечена и было много обращений именно к разработчикам, то эта ошибка достаточно быстро была исправлена. но, поскольку она имела место, вот на всякий случай мы вам показываем, как это было. Мы не будем сохранять изменения. То есть мы помним, что тарифы у нас редактируются в меню настройки, пункт настройки, сведения об организации и закладочка учетная политика. на закладке учетная политика мы по гиперссылке переходим и редактируем нужный тариф. Значит, после этого мы переходим в обычное меню, то есть начисление заработной платы и, соответственно, расчет страховых взносов. То есть вот, если я, например, выбираю все начисления, то в этом случае я могу выбрать начисление зарплаты и взносов и здесь у меня отражается сколько начислено и на закладочке взносы, допустим, до превышения базы и после превышения базы. Но, как я вижу, то есть у меня здесь есть люди с достаточно большой заработной платой и к сентябрю у них уже должно быть превышение заработной платы и, соответственно, измениться должны налоги. Как не проверите? Значит, у нас с вами меню отчета, который мы можем получить, расположено в подразделе налоги и взносы. Налоги и взносы и здесь у нас блок отчет по налогам и взносам. Значит, мы переходим сюда и сейчас мы немножечко еще вернемся к нашим слайдикам и вот значит, вот этот слайд показывает интерфейс, который у нас открывается при переходе в этот раздел, то есть раздел налоги и взносы, отчеты по налогам и взносам и вот у нас отчеты, которые сопровождают страховые взносы. Как вы видите, анализ взносов фонда, это дополнительный отчет, который есть, и здесь есть еще дополнительный отчет экономии от применения пониженного тарифа. И на самом деле вот он еще один из основных отчетов, то есть проверка расчета страховых взносов. Сейчас мы перейдем в эти два отчета. Значит, вот это так сказать текстовое сопровождение, как мы будем переходить, чтобы зрительно вы могли для себя зафиксировать. Значит, мы формируем отчет и проверяем, что у нас именно все расчеты делаются так, как надо. Переходим темопазум и проверяем отчет. То есть анализ взносов фонда. Начнем этот отчет. Если я его выбираю, соответственно, организация, либо по всем я формирую, но вот я хочу сформировать с 1 января по третий квартал. Значит, я выбираю в этом случае анализ взносов, и у меня отражается сначала единый тариф, то есть тот, который отражается по коду 0-1. Это, соответственно, несчастное страхование, медицинское страхование, это по тарифу страховых взносов по больничным и декретным и УПС за вредность если есть. То есть, как вы видите, достаточно хорошо анализируется расчет по всем видам взносов, которые мы начисляем. Кроме этого, анализ от экономии мы не... Давайте посмотрим. Главная организация Кронпринц. И пусть будет... То есть, вот по такому принципу мы можем просмотреть, сколько мы средств сэкономили при применении льготного тарифа, то есть, для участников МСП, то есть, для тех, кто включен в реестр и пофамильно. Но поскольку я сформировала за сентябрь, а у меня не было начислений других, то, соответственно, вот у меня расчет по основному тарифу и, соответственно, начисления, потому что я изменила тариф уже вот на нашем с вами уроке. Начислений новых у нас не было. И еще один отчет, который, в принципе, вам может быть полезен, это проверка именно расчетов, расчетов взносов. Здесь у нас формируется по сотрудникам. Я сейчас выберу Кронпринц. и поставим допустим с января и сформировать. То есть у нас вот таким образом выглядит единый тариф до 2023 года. основной и, соответственно, по начисления по разным базам. Так, и теперь мы с вами проверили взносы, проверили расчет взносов правильно или нет у нас формируется. И у нас есть еще один интересный отчет, который мы можем проверить не выходя из нашей карточки. То есть, например, вот я установила новые взносы, то есть по пониженному тарифу, установила новый тариф. Смотрю на вот на эту картинку и если я хочу, я могу вывести карточку по страховым тарифам. Значит, обратите внимание, от тарифа 0,1 и здесь отражается начисление заработной платы, которые я на данного сотрудника сделала. То есть, он у меня только в сентябре пришел на работу и, соответственно, еще никакого превышения у него нет. Ну, естественно, я могу проверить и других сотрудников. И если у меня появится превышение предельной базы, то это будет отражено на следующем листике. значит, здесь у меня будет от тарифа 0,1 и, соответственно, заполнены суммы до превышения. И будет следующая страничка, это код 20 и там будет расчет уже по льготному тарифу, соответственно, по пониженным ставкам. Так, сейчас мы снова посмотрим, кто у нас тут. Как, когда? Нет, это тоже. Сейчас мы ведем, например, вот с линии заработной платы, например, ведем за вытесление зарплаты и износов за август, например, сделаем по кронспринцу. Кронпринцу, значит, это я беру за сентябрь, а это за август. дата мне берем август, ну, пусть будет 31 августа и заполнить. Нажимаем кнопочку заполнить, очень сложный процесс, у меня формируется начисление за сентябрь, то есть оно у меня формируется автоматически, потому что все настройки у меня сделаны, все лица у меня уже физически приняты как сотрудники у меня формируется расчет вот такой. Но я хочу, чтобы у меня возникло превышение по какому-то и, например, я вот здесь введу полтора миллиона. В этом случае у меня по данному сотруднику будет превышение и, например, провести и закрыть. И, соответственно, я после этого должна пересчитать расчет за сентябрь месяц, то есть поскольку я делала такое изменение и, соответственно, у меня должны в этом случае быть уже, соответственно, другие взносы. Не нашла. так, провести и закрыть. Значит, и здесь у меня 31 08 я ввела Булатову оплата по окладу и, соответственно, взносы до превышения и перечитать взносы. Так. Ввести и закрыть и взносы. Перечитать взносы. Булатов вот. У меня не достигла я превышения, значит, в этом случае у меня получилось только не хватило ни 225, а другая сумма. ну, собственно говоря, я сейчас не буду экспериментировать, поскольку у нас не очень много времени, но, тем не менее, у нас с вами формируется вот такая запись, то есть страховая, карточка страховых уносов, и, соответственно, когда у нас будет превышение по предельной величине, у нас здесь будет уже разнесено отдельно сумм не превышающих, вот как сейчас, соответственно, и будет отдельно вынесено, ну, например, вот все-таки мы сейчас с вами получим нужный результат, изменим начисление за сентябрь месяц, и начисление сделаем тоже полтора миллиона, в этом случае у нас однозначно будут превышения, вот таким образом, и, соответственно, взносы у нас будут, пересчитаем взносы, вот видите, то есть у нас получилось суммы превышения начислено с базы, значит, провести и закрыть, и вот теперь мы можем посмотреть уже, скажем так, наглядно будет видно на закладочке взносы, мы с вами имеем возможность посмотреть карточку учета по страховым взносам, и выглядит у нас это дело вот таким образом, то есть суммы у нас до превышения, вот разбиты, и, соответственно, суммы с превышения, то есть 775 тысяч у нас уже суммы превышения, но, как вы видите, здесь у меня тариф установлен вот такой, то есть по по коду 20 у меня здесь не отражается, значит, в этом случае мне нужно проверять, что не так я сделала, а сделала я не так, вот такую вещь, то есть я пересчитала взносы сотруднику, но я не проверила, каким образом с базы превышения у меня здесь отражается, но я теперь хочу проверить все отчеты, которые у меня по нему возможны, переходим вот сюда и соответственно проверка расчета взносов я использую и формирую документ по меня пусть будет по октябрь, по конец октября, значит, вот сформировали, и смотрим, значит, у нас облагаемые взносы до превышения, взносы после превышения и соответственно в этом случае я уже могу проверить, как у меня рассчитался тариф и почему я не вижу своей карточки страховых взносов, не вижу второго листка который по ходу 20 действует значит естественно я проверила всем по всем отчетам и вот у меня превышение отразилось все я согласна облагаемая база взноса до превышения взноса после превышения и вроде бы у меня идет расчет правильный то есть я считаю что у меня уже поскольку стоит новый релиз то у меня соответственно все должно считаться правильно проверяю какой релиз в этом случае у меня сведения о программе то есть эта пиктограммка показывает мне какой релиз у меня релиз 3.1.28 это достаточно новый релиз и теоретически в нем уже должны быть все изменения если я допустим хочу вернуться на старый старый вариант то в этом случае у меня будет релиз который например там 3.0 который действовал до обновления здесь у нас с вами еще мне хотелось один момент вам показать то есть при работе с налогами вот у нас налоги и отчеты по налогам и взносам то есть именно тут режим где мы только что с вами были формируются естественно регламентированные отчеты которые мы сдаем отчетность справки блок 1С отчетность и здесь у нас с вами формируются личные кабинеты которые мы значит вот программа выкидывает баннер этот баннер касается 1С отчетности то есть не блока 1С отчетность а сервиса этот сервис позволяет напрямую общаться с сайтами налоговых органов и не только налоговых органов то есть как вы видите здесь перечислено допустим налоговые Росстата военкоматы и так далее то есть со всеми большинством фискальных органов и минуя операторов ТКС обмениваться с ними письмами и запросами и информацией если поступает запрос поскольку у нас с вами сейчас декларируется что происходит цифровизация воинского учета то соответственно нам нужно быть готовым к тому что мы будем подавать сведения военкомат в электронном формате то есть соответственно вот этот сервис для нас очень интересен но здесь у нас написано что подключение бесплатно здесь маленьким текстом мелким текстом ключевое слово одно юридическое лицо или предприниматель то есть если у вас холдинг вы делаете расчет зарплаты для холдинга для нескольких юридических лиц в этом случае вы можете подключить только одно юридическое лицо бесплатно а за остальные вы должны заплатить денежку денежка правда достаточно дружественная цифра то есть на год это порядка 3800 рублей ну зависит естественно от количества лицензий которые вам нужны но тем не менее сумма не крупная если конечно не считать остальные юридические лица или филиалы которые вы тоже должны подключить в этом случае вы одно юрлицо за денежки одно юрлицо бесплатно остальные за денежки подключать значит если мы почитали баннер сейчас в более новых релизах этот баннер более красочно выглядит но вот мы считаем почитать поподробнее про этот сервис мы можем по ссылке подключиться к отчетности вообще не вопрос то есть достаточно нажать переход но мы с вами подключили допустим отчетность значит подключили мы ее в том случае если у нас с вами действующая электронная подпись то есть УКЭП и соответственно в преддверии нового года то есть поскольку у нас анонсирована налоговая реформа и электронная отчетность то соответственно мы должны проверить действительность подписей машиночитаемой доверенности на сотрудников которые должны сдавать отчетность и собственно говоря наличие вот этой вот этого сервиса то есть сервиса 1С отчетность потому что мы помним что у нас будет электронная отчетность по воинскому учету и естественно электронная отчетность то есть электронный документооборот по больничным листам соответственно по декретам и так далее и плюс у нас изменяется очень сильно налогообложение по НДФЛ то есть в этом случае мы должны не забыть что к этим изменениям нужно подготовиться значит так мы с вами сейчас пока закроем чтобы нам не мешались ненужные так это закрываем это закрываем отчеты мы с вами уже посмотрели отчеты по зарплате вид тарифов страховых взносов то есть вид тарифов страховых взносов это у нас справочник и соответственно при обновлении мы с вами вот видим этот двадцатый код значит это новый тариф который используется и я уже показывала этот переход мы с вами смотрим историю изменения страховых взносов и ставка единого тарифа мы с вами можем вот здесь вот его изменить то есть на самом деле у нас ставка единого тарифа 15% и должно стоять с момента превышения у нас тоже 15% то есть я могу добавить здесь и отредактировать так еще немножко поскольку мы уже с вами заговорили про воинский учет значит хочу остановиться на воинском учете как вы знаете у нас очень большие страфы предусмотрены вот с момента начала СВО за нарушение сроков или за нарушение регламентов при введении воинского учета значит активируется у нас введение воинского учета в настройках и соответственно мы тоже задаем учет на политику и активируем настройки воинского учета напомню что воинский учет должны вести все предприятия без исключений то есть в этом случае у нас с вами даже если как говорится работают одни девочки то мы должны помнить что у девочек тоже есть воинские специальности по которым они например могли учиться в высшем учебном заведении и в этом случае мы должны будем вести воинский учет уже с условием что даже девочки подлежат воинскому учету например связисты доктора и так далее значит и у нас с вами уже не только декларирован уже принят во внимание административный кодекс где у нас есть 21 глава где предусмотрены очень большие штрафы за нарушение воинского учета то есть штрафы до 500 тысяч в случае если мы не информируем граждан о документах полученных от военкомата например о повестке поскольку в этом году у нас повестки отсылают военкомат работодателям то есть и учебные заведения и работодателям и на сайтах например госуслуг у нас размещаются сведения о повестках и работодателям так же как учебные заведения должны сообщить сотруднику о том что получена повестка если предприятие или учебное заведение не сделало этого то соответственно налагаются штрафные санкции порядка 400 тысяч и отчеты которые мы сдаем по воинскому учету у нас располагаются меню кадры и соответственно если мы выполнили первоначальные настройки так вот это мы сейчас закроем поскольку нам это уже не мы это уже посмотрели вот и например мы с вами смотрим учетную политику и в учетной политике у нас с вами есть отметки которые мы должны проставить и по тарифам и по расчет заработной платы здесь от воинского учета немного отвлекусь поскольку мы с вами попали сюда расчет заработной платы у нас с вами изменены в этом году также и расчеты по оплате сверхнормативного времени то есть если сотрудники работают сверхнормы например по приказу в вечернее или в ночное время или в течение допустим недели у них переработка за счет выхода в выходные дни то вот эта настройка у нас обязательно должна быть и соответственно изменился расчет и при расчете оплаты за сверхнормативное рабочее время мы должны учитывать и окладную часть и начисление премии надбавок то есть дополнительных дополнительных доходов то есть раньше только в размере оклада брались начисления сейчас еще и в разделе и в размере премии и дополнительных выплат ну и по расчетам по НДФЛ у нас было также много изменений поэтому вам обязательно надо закладочку НДФЛ проверить то есть к моменту окончания года вам надо продумать как изменится ваша учетная политика и соответственно проверить вот эти вот закладочки то есть соответственно если необходимо проставить здесь чекбоксы и закроем так без без сохранения своих настроек и значит основное еще хочу напомнить поскольку действуют электронные документы оборот то необходимо вводить все основные сведения про организацию вводить полностью не пропускать то есть например вот сведения основные сведения у меня как вы видите не заполнены если вдруг у вас применяются территориальные коэффициенты и какие-то другие сведения то обязательно надо их заполнить потому что формирующиеся документы будут содержать ошибки если данные не заполнены и соответственно вот вы видите у нас не заполнены например данные про почтовый адрес про коды то есть в этом случае отчетность если она будет формироваться из данной конфигурации зарплаты управления персоналом уже титульные листы например EFS1 будут формироваться неправильно и потребуют ручного редактирования то есть дополнительного введения вот сведений которые требуются ну учетная политика это вот мы с вами здесь уже были то есть ответственных лиц в обязательном порядке мы указываем потому что при формировании например ведомости ведомости на выплату эти люди должны быть указаны то есть у меня вот кассир не указан я профилонила когда заполняла начальные сведения и соответственно теперь при формировании расчетных ведомостей у меня будет необходимо ручное редактирование и соответственно я должна буду заполнять эти сведения ну и бух учет заработной платы это собственно говоря согласно внутреннему локальному нормативному акту то есть положение опримирования и об оплате труда мы числа устанавливаем в этом документе и на основании него заполняем здесь сведения то есть заработная плата у нас должна выплачиваться дважды в месяц и дважды в месяц подается у нас сведения по заработной плате и НДФЛ и обратите внимание то есть при некоторых режимах у нас со следующего года будет запрещена выплата через кассу то есть например при автоматической упрощенной системе налогообложения у нас не может быть наличных выплат то есть вот здесь не может стоять отметки только либо в рамках зарплатного проекта либо через банк по заявлению по заявлению сотрудников например если банк не входит в зарплатный проект ну и соответственно блок учет зарплаты мы тоже должны проверить чтобы отражалось все уже в соответствии с вашими реалиями на этом мы сейчас отсюда уйдем так уходим в наши слайдики значит вопросов я пока не вижу что здесь были размещены тогда мы с вами немножко еще про военкоматы поговорим отвлечемся немножко на теоретическую часть то есть когда мы с вами говорим про военкоматы мы говорим о том что мы сдаем или сдаем сейчас бумажную отчетность которую мы вот таким образом значит мы сдаем бумажную отчетность и так же как ЕФС-1 мы сдаем отчетность военкоматы о кадровых мероприятиях значит пока в этом году у нас еще бумажная отчетность предоставляется формируется она в 1С вот выглядит допустим вот таким образом сведения о гражданине который например уволился или поступил на работу то есть приказ о приеме на работу и сроки подачи такой отчетности тоже изменились если раньше было 2 недели сейчас это 5 дней то соответственно когда будет в следующем году введена электронная отчетность естественно сроки будут уже другие и нужно будет делать настройки в связи с тем что у вас изменяется допустим порядок взаимодействия с военкоматом собственно для организации воинского учета необходимо будет предусмотреть и бумажный документ наоборот электронный естественно электронная задача отчетности но в этом случае для предприятия необходимо ввести как вы видите на экране учет мужчин призывного возраста мужчин в запасе тех которые не служили по законным основаниям или без законных оснований те кто отучился на кафедрах и те кто прошел женскую гражданскую службу и женщин с военными учетными специальностями почему я и говорила что даже если только девочки то все равно должен быть воинский учет и воинский учет сотрудника ведут до тех пор пока человек состоит в запасе женщины в запасе состоят максимум до 50 лет а мужчины до 70 лет естественно конкретный возраст когда они находятся в запасе зависит от звания и от разряда ну и чтобы у вас не было вопросов по военкомату по воинскому учету необходимо сделать несколько папочек то есть организовать документ наоборот и например папка номер один вы называете руководящие регламентирующие документы в ней распечатываете приказы инструкции и так далее папочка номер два переписка с военным комиссариатом то есть кроме того что будут электронные документы возможно и обмен какими-то другими документами и соответственно карточки личные карточки военнообязанных сотрудников вести их можно с помощью зарплаты управления персоналом естественно и плюс заведите папочку где отмечаются проверки военкомата то есть кто проводил когда проводил документы подтверждающие правомерности и так далее то есть это папочка для страховки для фиксации фактов проверки и скажем так чтобы исключить для употребления именно со стороны и сотрудников военкомата на этом мы к сожалению уже должны закончить я хотела бы переключиться с вами на первый слайдик где указаны наши контактные данные и напомнить вам наш электронную почту наши телефоны телеграм контакты и адрес нашего сайта на этом разрешите попрощаться а вот вижу какой-то один вопрос возник спасибо и вам спасибо то есть это не вопрос а благодарность очень приятно благодарю вас ну мы будем благодарны если вы будете присылать ваши вопросы будем благодарны за обратную связь и хотим поблагодарить вас за то что уделили нам время за то что проявили интерес к нашим вебинарам надеемся на новые встречи и разрешите пожелать вам хорошего дня всего доброго субтитры